Фёдор Навлочкин, объясняю специально для вас. А если дождаться, пока лёд совсем не растает, это про талую воду. Как пить? Смотрите, что мы делаем. Мы берём с вами кастрюльку. Лучше всего эмалированную кастрюльку. В эту кастрюльку наливаем, ну допустим двухлитровую, налили два литра воды, поставили в морозилку на ночь. Утром вынимаем и смотрим. Если все два литра замёрзли, то получается следующее. Вот вы говорите о том, что там у вас на дне какие-то осадки в виде белых хлопьев. То есть в воде имеется даже довольно-таки чистая водя, но из-под крана это норма, что там имеются разного рода вещества, не нужные для употребления в утре. Так вот, если замёрзла полностью вода, то все вредные вещества, вода когда замерзает, она их выталкивает, 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 и последним замерзает вот эта вот самая грязная вода. Она, как правило, вытесняется в горку, и получается, что вы видите такую горку в центре кастрюли, где имеется вот этот какой-то везде лёд прозрачный, а тут какой-то белесый он. Что вы делаете? Вы ставите эту кастрюльку под струю воды, лучше всего тёплой воды, прямо на эту вот горку, и она буквально-таки там минуты за три, за пять вымывается. То есть вот эта вот грязь, которая была в воде, она вымоется, и всё. Далее у вас остаётся лёд. То есть вымыли, этот лёд взяли, то есть эту всю кастрюльку. Кастрюльку эту поставили при комнатной температуре, и вот то, что у вас тает в течение, допустим, дня, то и пьёте. Поставили в течение часа, у вас растаял примерно полстакана. Вы его выпили. Вот это талая вода. Через час там, сколько там растаяло, ещё полстакана, стакан, вы это выпили. Вот это талая вода. Талая вода, это в ней плавает лёд. Смотрите дальше. Если кастрюлька, вода в кастрюльке, у вас замёрзла не полностью, допустим, из двух литров где-то замёрзла примерно полтора литра. Полтора литра лёд, остальное вот это вот, водичка вверху там плавает. Так вот, вот эту вот воду, хопочки, выливаете, это грязная вода. Ещё разок повторяю. Вода, когда замёрзает, она из себя всю грязь вытесняет, чтобы быть вот чистой, полезной. Значит, вы эту воду выпили, вот выпили, вылили, и также, также, кастрюльку ставите с чистым льдом, тает, пьёте, тает, пьёте. Вот это как раз талая вода. Далее вы что там пишете? А если не ждать, то получается, что мы сначала пьём какую воду, плохую или хорошую. Я вам сказал, талая вода получается путём таяния воды. Сначала тает какая вода, живая или мёртвая. Это совершенно разные вещи. Это просто талая вода, не живая, не мёртвая. Живая и мёртвая вода, в основном, получается путём электрического разделения. То есть, там, допустим, живая, это будут отрицательные катионы, мёртвые, это положительные. То есть, вот она, идёт разделение, там, специальные мешочки там делаются, для того, чтобы эта вода скопилась возле, допустим, отрицательного электрода, а эта там возле положительного электрода, и потом просто-напросто мешочек вынимается, разделяется, и она получается кислая, ощутимо кислая на вкус. То есть, это что касается электролиза, разделения её в специальном приборе. То есть, это совсем иное. Не примешивайте ни мёртвую, ни живую. Талая вода есть талая вода. У меня, когда вода полностью растает, надеюсь, какой-то остаток в виде белых хлопьев. Да, потому что вы неправильно её заморозили. Как замораживать, я вам сказал. Вся замёрзла, значит, выдавилась вот этот вот в центр колпака этот, белёсый. Вот его просто-напросто под струёй воды вымыли. Дальше однородный лёд должен быть. Вот этот лёд и пьёте. И тогда никакого осадка не будет. Если не замёрзла, воду выплеснули, этот лёд тайте, пьёте. Может, хлор из труб, всё может быть. Поэтому приходится ещё процеживать дополнительно. Ничего процеживать не надо. Я вам рассказал весь цикл. Где-то там ещё у меня и видео есть. Посмотрите, как это дело делается. Но есть там видео.